Еще в начале распространения пандемии коронавируса в марте прошлого года в стране была запущена общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры Хабаровского края приняли активное участие в этом движении во время карантинных ограничений. Они помогли около 8 тысяч пожилых и маломобильных людей, оказывали адресную помощь, доставляли им продукты и лекарства. Сейчас в связи с очередной волной подъема заболеваемости потребность помощи добровольцев снова выросла и акция взаимопомощи «Мы вместе» снова набирает обороты. Принято решение усилить работу волонтеров. Набор в их ряды продолжается. Запись ведется в Краевом волонтерском центре по адресу Хабаровск, улица Гоголя, 21Б, телефон 32 3070, 32 3070, код города 4212. Чем занимаются сейчас добровольцы, где нужно их помощь и кто может на нее рассчитывать? Сейчас обо всем расспросим нашего гостя в студии Глеб Прищепа, специалист Краевого волонтерского центра. Доброе утро. Глеб, доброе утро. Где сейчас задействованы волонтеры и как их работа отличается от той, что была в самом начале пандемии? Ну, сейчас у нас волонтеры в основном задействованы на пунктах вакцинации, в медицинских учреждениях. Отличается над пандемийных, так скажем, ранее пандемийных времен именно тем, что сейчас основной упор все-таки делается на иммунизацию населения. То есть у нас поступил большой актуальный запрос от Министерства зоохранения Хабаровского края. И в его рамках, в тесном взаимодействии с муниципальными штабами, мы как региональный штаб акции «Мы вместе» в Хабаровском крае сейчас всю эту повестку стараемся максимально отработать. Ну, Андрей, но все-таки если говорить о вакцинации, чем помогают волонтеры? Заполнить документы, может быть, с транспортом доставить до пункта вакцинации? Какую помощь они оказывают? Волонтеры у нас в основном работают сейчас в медицинских учреждениях, ну и в пунктах вакцинации, как было сказано. Они в основном осуществляют термометрию, помогают людям разобраться в очереди, чтобы не избежать паники какого-то стопотворения. Где-то какую-то консультацию могут оказать первичную, допустим, да, ну, людям подсказать что-то, подсказать им, где занять место, может быть, где-то как-то организовать их. Они, кроме того, помогают заполнить документы, то есть часто работают за персональными компьютерами, в том числе. У нас активно работает в Хабаровском крае такой вид волонтерства, как автоволонтеры. Они у нас помогают доставке и продуктовых наборов, допустим, как это происходит сейчас в улическом районе поселка Докраска, где это очаг заражения. Ну и, кроме того, помогают медицинским учреждениям, то есть выезжают на какие-то вызовы, увозят врачей, которые не связаны с коронавирусом, чтобы как-то помочь разгрузить. Ну и возят мазки, возят рецептурные препараты для людей, которые находятся в Уперисках. А есть какая-то обратная связь от медицинского сообщества? Насколько им это помогает, насколько это их разгружает? Да, мы регулярно общаемся с нашими волонтерами, и они сами говорят о том, что вот медицинские учреждения очень рады, что им помогают. Говорят о том, что где-то хотелось бы какой-то дополнительной поддержки. Ну, мы в свою очередь стараемся все эти запросы максимально аккумулировать, ну и отработать взаимодействие с городом Хабаровском непосредственно в основном. Важный вопрос по поводу прививки. Вот если человек хочет быть волонтером, добровольцем на каких-то медицинских местах, нужна ли ему прививка? Да, мы в основном настаиваем, ну не просто в основном, а в принципе настаиваем на том, чтобы все-таки была прививка. В первую очередь это делается для защиты самого волонтера, для защиты его семьи, его близких, потому что многие волонтеры у нас, основной даже состав волонтеров, это, кстати, не молодежь, что удивительно для кого-то. У нас это взрослые люди, которые работают, у которых есть семьи, у которых есть дети, но которые вместе с тем готовы нести ответственность не только за себя, но и за окружающих. И да, мы настаиваем все-таки на том, чтобы у нас были волонтеры привиты, потому что в первую очередь это мера защиты для них, не для кого-то где-то там, а в первую очередь для них и для их семей, для их детей. А вот адресная помощь, вот вы сказали, да, допустим, в части доставки продуктов, она сейчас только вот такая локальная, где есть необходимость, или все-таки какие-то люди пожилые, которые сейчас испытывают трудности, могут рассчитывать на такую адресную помощь? Ну, мы в основном сейчас вот, ну, именно в этом отношении, да, вот такой вот, скажем, подвид волонтерства, он развод все-таки на каких-то, ну, в локальных, скажем, сообществах, ну, вот, как я сказал уже, допустим, пример, это Ульческий район, поселок Докрасный, который полностью закрыт на карантин, да, там волонтеры помогают в доставке пенсий, в доставке продуктов, как предпринимательское сообщество района, пускай там оно и не какое-то глобальное, но подключилось уже, спонсорскую помощь на своей стороне оказывает, сотрудники администрации активно сами включены вот во все эти процессы, то есть они там и в свое рабочее время, и выходные выезжают максимально на эти вызовы, мы регулярно от них обратную связь получаем, ну, и они уже к нам обратились все-таки с тем запросом, чтобы помочь, ну, наградить этих людей, потому что люди совершили уже огромное количество вот выходов, у них уже в Ульческом районе, в основном как раз-таки поселки Декастри, волонтеры, так скажем, наработали свыше 850 часов. Ну да, есть определенные социальные группы, социальные слои, которые априори нуждаются в поддержке, да, это, например, прожилые люди, это и люди с инвалидностью, но в целом-то и взрослые, вполне себе работоспособные люди, люди там среднего возраста, они тоже действительно попадают в ситуацию, когда нужна помощь, и вот вроде как бы, казалось бы, ну, я же не пенсионер, и все в порядке со мной, но помощь нужна. Кто вообще может рассчитывать на помощь добровольцев-волонтеров? Ну, мы все-таки делаем основу упор на иммунизацию населения, вот, кроме того, у нас есть проект, допустим, «Нужна помощь» нашего краевого волонтерского центра, который курируется лично мной. Мы в рамках поступающих запросов максимально стараемся людям помочь. Понятное дело, что не все в нашей власти, где-то необходимо подключить и социальную защиту, где-то людям необходима какая-то юридическая консультация. Мы, к сожалению, подобными возможностями не обладаем, но мы стараемся по телефону максимально, как бы, ну, я пытаюсь от людей получить конкретный запрос и сказать им все-таки, можем мы им здесь конкретно в этой ситуации помочь или нет. Вот говоря, допустим, об этом, мы вот по закону, к сожалению, не можем доставлять лекарства и продукты людям, которые нас больны коронавирусом, потому что мы можем подвергнуть волонтера дополнительной опасности, а это все-таки тоже живой человек, и последствия этого, они, как бы, в первую очередь, отразятся на самом волонтере. То есть, одна ситуация, когда, допустим, мы, как специалисты, можем, да, на какие-то там разовые заявки выехать, ну, как бы, мы все-таки специалисты. Это, возможно, в какой-то мере наша прямая обязанность. Но когда выезжает волонтер, мы все-таки стараемся максимальную, ну, степень защиты ему обеспечить, потому что он абсолютно не защищен пока вот от всех неблагоприятных. А сколько волонтеров сейчас работает по этой акции и нужны ли, может быть, дополнительные какие-то трудовые ресурсы? Да, волонтеры нам на самом деле требуются. У нас сейчас зарегистрировано практически, ну, 90 человек по всему краю. Ежедневно у нас работает не менее 10-15 волонтеров, ну, то есть на территории всего Хабаровского края. Но есть у нас волонтеры, которые работают в ежедневном режиме, у которых там они в свой отпуск, они в свои выходные, они в свое свободное время максимально вот этому уделяют. И у них там, ну, реально они люди прям бодрик совершают, даже по-другому не скажут. То есть волонтеры требуются еще, кто может подключиться вот к этому процессу, кто может стать волонтером? Я так понимаю, что это можно делать и совмещать со своей основной работой и с семьей. Да, у нас волонтером может стать практически любой желающий. В первую очередь мы рассчитываем все-таки на неравнодушие людей. То есть им можно, ну, любой человек, желающий как-то помочь, он может позвонить нам, предложить свою помощь. И мы постараемся найти оптимальную для него занятость. То есть мы в тесном взаимодействии с муниципалитетами Хабаровского края, да. Мы эту всю историю стараемся максимально отработать, чтобы для людей с такими комфортными условиями, и чтобы люди, каждый имел возможность помочь, если у него есть желание. Сейчас информация на ваших экранах. Уважаемые телезрители, если кто-то почувствовал отклик в своем сердце, то запишите номер телефона, позвоните и скажите, чем вы можете быть полезны. Кстати говоря, и своим опытом поделюсь, коллектив там очень даже вполне себе дружелюбный и приятный. Спасибо вам огромное, хорошего продолжения дня. У нас в гостях был Глеб Прищепов, специалист Краевого волонтерского центра.